Всем привет! Сегодня речь пойдет про триммер, а конкретно о самодельной насадке на триммер. Вот сюда катушка под леску, короче, ну самодельную. Я увидел в интернете, что люди делают из пластиковой заглушки сантехнической вот сюда насадку. Сейчас мы это проверим, сейчас я попробую это изготовить. Вот как бы приготовил сверло, вот она заглушка. Снимаю одной рукой, если качество будет меняться, ну ухудшаться, извиняюсь, но тема интересная. Если вам тоже это интересно, подпишитесь, я всякие тут буду частенько испытания делать. Я еще не знаю, как она в деле, я не утверждаю, что это супер задумка, но если это рабочий вариант, это может пригодиться, когда, допустим, нету катушки, вот основной, да, вот бывает, что она в нужный момент, вот другая у меня как бы есть, бензокоса, и бывает, что, ну вот, ломаются вот эти катушки. В данном случае это новая, сейчас полу-новая катушка, она еще работает. А вот есть, которые вот такие уже вышедшие из строя, ну это китайская, она вообще сразу умерла, сразу, моментально. Вот, допустим, видите, вот вся разбитая, ну она долго прослужила, это чисто японская катушка, да, но она уже не хочет как бы автоматически леску выпускать, и вот тут, видите, проушины испортились уже. Ну вот сейчас просверлю тут отверстие, я разметил заранее центр, да, сейчас мы его просверлим под шпиндель на мото-косу. Ну вот сверлом по дереву просто вот пластик можно, сейчас расширим чуть-чуть вот отверстие это под шпиндель. Можно этим же сверлом вот так вот, смотрите, способ, вот, дедовский способ такой есть, расширошить вот это вот под размер шпинделя. Ну, не совсем, конечно, ровно у наших дедушек все было, и у нас тоже не очень ровно будет. Так, сейчас примерю, более-менее ровно. А вот этой гайкой прижимается на шпинделе мото-косы. Ну, посмотрим, я не утверждаю, что это супер-идея. Сейчас я здесь еще тоже размечу вот поперечные отверстия, может и четыре, может и два, под леску, чтобы ее просунуть. Ну, тут вроде как узелки надо будет завязывать, пока не знаю, без узелков сначала попробую. Вот вставил сверло, по дереву не нашел, вот есть такие вот по металлу у меня, да, тоже, кстати, вот этот бренд. Смотрите, все однобрендовое. Это как бы давно покупали, такие инструменты на канале, у меня много обзоров на них. Ну, так живучие, кстати, уже давно. Вот поперечные сейчас просверлю. Сейчас проверим, пролазит ли сюда леска. Вот леска есть вот такая, эхо, фирмовая. И вот, ну да, вот пролазит она сюда. Вот так вот это будет выглядеть. Вот так. Сейчас кусочек отрежем. Думаю, хватит. Вот длина вот такая вот. Вот такая получается, как бы, катушка, да. В общем-то, ее вот можно зажать здесь и самим этим, этой гайкой и вот этой шайбой. Вот, смотрите, вот сюда она войдет. Когда? Да, так и сделаем. Не надо узелки никакие прижимать. Сейчас пойдемте посмотрим, как это выглядит на шпинделе. Вот, смотрите, я одел вот ее сейчас сюда. Прижал леску вот этой шайбы. И теперь надо накрутить сюда внутрь эту гайку прижимную, которая стандартная. Надеюсь, звук хороший. Без микрофона снимаю, извиняюсь. И на телефон. Я еще не обзавелся видеокамерой, экшн-камерой. Хочу купить себе Соньку 3000 мне порекомендовал мой близкий друг, товарищ уже, коллега по работе, блогер тоже в ютубе. Подписывайтесь на него тоже. Это AdTV. У него такие технические есть всякие решения тоже прикольные. Загляните к нему, ссылка будет в описании этого видео. Это просто бомбические у него там советы есть тоже разные. В основном по автомобилю и по лодке. Ну и на мой тоже, не забывайте подписываться. У него классные там советы. Конечно же, вам никто их не подскажет. Вот только в ютубе, в нашем андеграунде это вы все увидите. Итак, смотрите, вон я поставил вот эту вот заглушку, да. Прижал шайбой леску и закручиваю обратная резьба. Не забываем, да, стандартную гайку прижимую. И вот смотрите, уже сейчас даже со стороны уже что-то подобие, какое-то подобное что-то, как катушка. Ну и испытаем в итоге. Опять же, повторюсь, я не утверждаю про то, что это якобы рабочий вариант. Я еще не испытывал это. Ну как бы вариант такой можно из любой такой вот цилиндрической формы, наверное, сделать. Даже из консервной банки. Представляете, ну это как бы вручалка, когда нету под рукой. Вот смотрите, вот такой вот получается. Вот эта вот чаша не понадобилась, которая, ну, прижимает диск. Она здесь не нужна. Мотокоса Штиль ФС-130. Дур-машина, кстати, говорю сразу. Так, друзья, вы видели, я завел мотокосу. Вот я ее в сторонку отложил, чтобы она не мешалась. Да, вот смотрите, там она прогревается. Вот одета сама вот эта вот крышечка. Вы можете видеть. Сейчас, секунду, настрою. Вот, видите. Ну, у меня настроено Штиль так, чтобы чуть-чуть прокручивался шпиндель. Ну, я там этот выставил специально карбюратор, так, чтобы он на пол оборота больше у меня, ну, подача топлива. Сейчас посмотрим, как это работает. Я в сторонку отошел, чтобы не шумела эта камера. Ой, чтобы не шумел двигатель в камеру. Вот так вот. Блин, даже оговариваюсь, извиняюсь. Подпишитесь лучше на мой канал. У меня как бы много разных фишек. И сейчас испытаем, посмотрим. Подойду, покажу, как это все выглядит. Идем смотреть в действии, как работает мотокоса. Сейчас я траву попробую найти. Видите, здесь участок подстриженный. Вот он. И вот тут вот немножко травы есть. Вот, я показываю, как она выглядит с моей стороны. Вот. Вроде живой рабочий вариант. Сейчас посмотрим, как она реально косит. КОНЕЦ Итак, друзья, вы увидели, что она все реально косит. Но, будем честны и откровенны, значит, смотрите, мягкую траву-то она покосила. Я поперся толстые ветки рубить, да. И вот, смотрите, что произошло. Не осталось ничего от вот этой заглушки крышки. Только прижатая вот эта вот шайба, все, она отлетела там. Но, вы видели, мягкую траву она косит. Ну, то есть, как эконом-вариант, может и сработать. Короче, надо просто из железной банки делать по размеру этой заглушки. Или из какой-нибудь цилиндра железного. Из вот этой пластмасски не получится, имейте в виду. Ну, получится только, ну, где-то перебиться, если есть под рукой, то аккуратно мягкую траву. Так что, друзья, вот такой результат. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. И дизлайки не ставьте, это потому, что для вас же сделан совет. И вот мы проверили все вместе, что это полурабочий вариант. Как бы вот он, как бы рубит, но в итоге потрескалась, поломалась вот крышка. Смотрите, что осталось от этой заглушки. Кусочек вот этот вот остался. Вот леска прижатая под шайбой вот этой гайкой. Стандартно. То есть, получается, смотрите, какой еще вариант есть. Другой я в другом видео покажу. Получается, можно вот эту вот саму крышку даже не использовать, а просто взять, открутить гайку, под шайбу намотать леску, и потом прижать вот этой гайкой, намотанную вот саму леску на сам шпиндель прижать. Затянуть очень сильно, и вот все равно усы будут из-под шайбы торчать, и это можно будет без катушки спокойненько косить траву, рубить. Ну, уже ничего не развалится, только леска будет заканчиваться, и автоматической подачи нет. Друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok